Прямое кредитование от инвестора к заемщику является самым быстро растущим сегментом финансового рынка. А банковский кризис многих стран подтолкнул эту отрасль к невероятному росту. В некоторых странах ежегодный прирост этого рынка составляет более 200% в год. По данным многих аналитиков, инвестирование в этот сегмент является наиболее прибыльным и безопасным видом вложения собственных средств. На рынке появляется все больше платформ, которые предоставляют такие услуги. Одной из них является популярная инвестиционная платформа Кэшбери. Это интернет-платформа, где люди зарабатывают, выдавая займы. Чтобы начать зарабатывать, нужно зарегистрироваться на сайте, выбрать тариф и создать инвестицию. Далее система автоматически распределит ее на выдачу займов таким образом, что выдаст не более 5% от суммы вашей инвестиции на один займ. И вы становитесь владельцем инвестиционного портфеля со множеством займов. Заемщик возвращает деньги удобными способами, а доход пропорционально распределяется между инвесторами, вошедшими в займ. На платформе Кэшбери есть возможность инвестирования в такие сегменты, как микрозаймы частным лицам, кредитование малого и среднего бизнеса, а также финансирование под залог имущества. Доходность составляет от 132 до 400% годовых в зависимости от выбранного тарифного плана. Вы сами определяете желаемую доходность, срок и сумму инвестирования. Наша команда – это профессионалы с многолетним опытом работы в сфере финансов. Мы умеем работать и любим наш труд. Наша миссия – сделать так, чтобы как можно больше людей зарабатывало с нами, чтобы инвестиции стали для всех, а не только для избранных. Мы верим, что только вместе можно добиться всего, о чем мечтаешь. Кэшбери. С нами просто и прибыльно. База «Фордсил» в американском штате Оклахома. Нештатная ситуация. На американских солдат напал гусь. И до смерти перепугал дюжину крепких бойцов. ЧП попало на камеры видеонаблюдения. И сослуживцы позаботились о том, чтобы история птицы-диверсанты облетела весь мир. От конфузов не застрахован никто. Только у одних из-за неловких моментов рушится карьера, а другие делают на этом целые состояния. Самый смешной человек в стране – мистер-президент. Или политики тоже люди. Девочка на шаре. Это вам не Пикассо. Шахматы играете. Шаш. Новые русские бабки. Не божьи одуванчики. Ну, это совершенно неординарная ситуация. Бабуля на тренажерах. Пожилым везде у нас дорога. Бабушка, а ты ярая болельщица в футболе? Ага. Ярая. Кто на заправке был, тот в цирке не смеется. В самом конце заправки, перед тем, как достать пистолет, она задала вопрос, можно ли стряхивать. Пассажиры, без которых в дороге скучно. Твои кокушки молчали, а твои теперь кокушки хлопают по... Главный оратор Украины. Вопрос заработной платы в сегодняшний день не стоит. Я даже не знаю, где заработная плата получает заработную плату. Нелепые армии и кто ими командует. Секрет хорошего настроения. Хватит, б***ь, как навозные жуки, сидеть и копошиться в этом б***е. Звездами не рождаются, звездами становятся в интернете. Самый лучший день заходил вчера. Могу точно сказать, что вот сейчас наступил хаос. Что хочет показать Ольга Бузова, когда надевает платье с таким глубоким декольте? Так и было задумано. Как с честью выйти из любой непредвиденной ситуации? Кто сказал, что лучшие повара-мужчины? Ты что, дурак, Серёжа? Включи телек, и там готовят все, кому не лень. И люди смотрят, и потом с ума сходят. Что нужно говорить за праздничным столом? Ну что, за нас, чтоб шмотки все размера С как раз. Давай. И чтобы муж не с именем Тарас. А также как не прослыть чайникам на дороге. Самые смешные. Сегодня в засекреченных списках. Субтитры создавал DimaTorzok Вот из самолета выходит президент Америки. Прежде чем спуститься по трапу, Дональд Трамп раскрывает свой зонт. Но ветер выворачивает его наизнанку. Смешные люди вершат судьбы государств. Политический цирк на 30-м месте засекреченных списков. Северокорейский лидер Ким Чен Ын давно веселит мир своим внешним видом. Все началось с того, что пользователи заметили. В одну брючину ИНа могут запросто влезть обе ноги. А Украину недавно насмешил собственный президент Петр Порошенко. Во время мероприятия «Книжный арсенал-2018» он положил руку на голову мальчика. Ребенку такая честь пришлась не по нраву. Теперь все пытаются разгадать причину недовольства ребенка. То чувство, когда к тебе прикоснулся президент. Устами младенца глаголит истина. Перегаром дыхнул на мальчишку, вот его и передернуло. Дядя плохо пахнет. Легендарный Виталий Кличко страшно далек от народа и всегда готов это подчеркнуть. Вопрос заработной платы в сегодняшний день не стоит. Я даже не знаю, где заработная плата получает заработную плату. Я искренне могу сказать, я не знаю, какая у меня заработная плата. А это уже классика мирового политического цирка. Оратор Мирослав Мацик дает экс-министру здравоохранения Чехии Давиду Рату подзатыльник. Рат пытается ответить на насилие словом, но срывается на драку. Если в экономике и в науке нет никаких успехов, все начинают, так сказать, засучить рукава и, так сказать, кулаки показывать. Это как двоечники. Пятерок нет, так давай кому-то там морду набить или кого-то там ущипнуть, потолкнуть. А чего ждать от вооруженных сил, если их главнокомандующие заставляют смеяться весь мир? Но чем бы армия не тешилась, лишь бы не воевала. Смешные военные дадут фору политикам. Они на 29-м месте засекреченных списков. Афганистан. Американский инструктор прибыл сюда, чтобы тренировать афганских воинов. Похоже, упражнения наставник взял из школьной программы по физкультуре. Но даже они местной армии не под силу. Еще круче пакистанские военные, которые путают лево и право. Армия должна пройти через войны, походы военные. А если бы через венкомат собрали бездельников, бомжей, безработных, одели форму и, так сказать, несете расходы, это не армия. Армия – это бой, война. Веселье в китайской армии. Солдаты едят арбуз на скорость. А это тренировка американских военных. Больше похоже на игру по перетягиванию каната. Кстати, их морпехи, как наши танки, грязи не боятся. Когда нам рассказывают о том, что профессиональная американская армия – это суперармия, конечно, когда ты видишь таких «рейнджеров», в кавычках, то у тебя кроме смеха, улыбки на лице, в общем, собственно говоря, ничего другого не появляется. Теперь весь мир знает, как обратить звездно-полосатую армию в бегство. И какие препятствия ей не по силам. Этого до зубов вооруженного солдата победил верблюд. А вот американский вояка не справился с элементарной задачей – погрузкой колеса в грузовик. Интересно, как такие недотёпы попадают на службу? Их будто по объявлению понабрали в фитнес-клубе, где тренируют по принципу «сила есть, ума не надо». Как и этот культурист-любитель. А вот физкультурник, который явно считает, что в спорте главное – размах. Девушка не сумела оседлать тренажёр. А вот ещё одна тренировка. Тренер пришёл на помощь новичку. Но, глядя на процесс со стороны, можно сделать неправильные выводы. Впрочем, не ошибается тот, кто ничего не делает. А не падает тот, кто не бежит. Физкульт «Привет» на 28-м месте засекреченных списков. Авторское ноу-кау в фитнес-клубе. Этому физкультурнику можно патентовать методику. И зарабатывать на мастер-классах. А этот мужчина озадачил всех, кто занимался по соседству. Два качка мышцы натренировали, а про мозги забыли. Теперь дерутся за тренажёрную скамейку. Все силовые виды спорта надо убирать. Это Европа сделает обязательно. Бокс. Что это такое? По голове бьёт. А потом опухоль. Когда у одного известного боксёра опухоль обнаружили. Что-то били его по голове. Парень хотел произвести впечатление на друзей. Но что-то пошло не так. Домашние тренировки не стоит записывать на видео. Получается пособие, как не надо делать. Просто девочка на шаре. И девочка на шаре дубль два. Пикассо отдыхает. Два притопа, три прихлопа. Некоторые физкультурники умудряются превратить тренировку в выступление ансамбля песни и пляски. А этот мужчина, видимо, считает, что лучшая тренировка та, которая даже не началась. Шахматы играете. Шаш, плавание. Вот у тебя дорожка, плави. Бег изнурительный. Тоже убиваем человека. Вообще, все, что связано с силой, со скоростью, с высотой. Куда ты лезешь? Плавание – самый полезный вид спорта. Об этом говорят нам врачи. Но не спешите бросаться в омут с головой. Правильно рассчитывайте расстояние до воды. И не старайтесь произвести впечатление. Я в зале занимаюсь. Однажды увидел йога, который там, не знаю, плавал, заложив ноги и все. То есть вот такое что-то. И он плывет непонятно чем-то в воде. И так же он подтягивался. Тоже вот такое что-то все, как паук, на которого попала капля воды. Не, ну это так надо еще суметь. А есть люди, которые просто не понимают, что делать. Дергают, да все. Все это забавно выглядит. Гимнастика на трамплине не для слабаков. Кто сказал, что спорт – дело молодых? Мужчина преклонных лет купил абонемент в спортзал, чтобы доказать. Есть еще порох в пороховницах. Теперь стонет, но не сдается. На арену выходят пожилые леди. Интересно, блестящие спортивные у дамы в прошлом или в будущем? Эта пенсионерка каждый день тренируется под присмотром молодых парней. Ну, это совершенно неординарная ситуация. Бабули на тренажерах, это же неестественно. И поэтому это, ну вот, поэтому это прикольно. Думаете, 70 – это преклонный возраст? Нет, это возраст, когда и хочется, и можется, и не страшно показаться смешным. А вот старушка без лабутенов, но в восхитительных штанах, отрывается по полной на городской площади. Еще одна дискотека под открытым небом. Тут тоже рулят пенсионерки. Засиделись на лавочках у подъездов и желают поразмяться. Никто от вас не ожидает, что вы сейчас возьмете, понимаете, да, и отмочите, или вдруг ни с того ни с сего пожелает, что дама пойдет с трептизом, понимаете, сейчас на столе танцевать, это будет уже смешно автоматически. Ничего особенного, просто забег на скорость двух старушек в глухом ауле. Внук этой бабушки долго думал, чем порадовать ее в честь юбилея. В итоге выбрал ей детскую игрушку, повторялку. И не прогадал. Все вообще на бабушах помешались. Милый образ, он всем теплый. И, конечно, когда они его дают первое, это круто. Пенсионерка выпросила у молодежи велик погонять во дворе. Ставьте первую ногу, а потом начинайте крутить и ставьте вторую. Для первого раза очень даже неплохо. Это талант. Бабушка, а ты ярая болельщица в футболе? Ага, ярая. А эта женщина на старости лет стала настоящей звездой. Ты самая популярная бабушка в интернете. Неужели? Ну да. Да? Очень приятно. Приятно очень. Бабушки очень любят учить всех жизни. Вот этой старушке не понравилась тема репортажа молодого журналиста. Вот мне это надо фотографировать. Вот там лужу и в проворот отправить. Вон там. Праздник ведь. Ну что лужу-то снимать? Праздник ведь? Не пройти, ты понимаешь, или не толу, молодой? Мне нравятся особенно бабушки, которые ругаются матом. Но почему-то у них это получается намного круче, да, то есть чем у военных. Потому что ты не ожидаешь. У меня олухом обозвали, я уже обиделся. Ну и хуй с ним. А эта дама, наоборот, объявила войну дворовым собакам. Кто, кого переспорил, судите сами. Животные попадают в курьезные ситуации даже чаще людей. И они на 26-м месте засекреченных списков. Посмотрите, как пёс отрывается вместе с юным хозяином. А этому для танцев и компания не нужна. Вот кошка, которая танцует сама по себе. Животные, они органичны. Они же не играют каких-то ролей по жизни. Они просто живут. Именно поэтому среди них нет там ипохондриков, истеричек. Вы видели там коровную истеричку? Нет? В туалете поселилась крыса. Юноша решил дать ей бой. А в напарники взял своего кота. Но команда потерпела фиаско. Оба бойца позорно бежали с поля сражения. Эта собака знает толку в моде. И наотрез отказывается выходить куда-либо в таком виде. Сделай хоть пару шагов. Пока хозяйки не было дома, пёс набедокурил. Теперь искренне раскаивается в своих поступках. Но прошлого не вернуть. Кто это сделал? Кто? Бессовестный. Берегут. Не пошутила. Я тебе серьезно? Я тебе честно говорю не хочу. Раз, два, три. Бегом! Это же очень человекозависимые животные. И поэтому они следят за эмоциональным фоном хозяина. У этой собаки бурные эмоции вызывает слово «котлета». Больную котлету съели. А этот хаски за что-то не взлюбил актрису Джулию Робертс. При виде ее фотографии собаку охватывает страх и ужас. Коты тоже страдают фобиями. Например, огуречный. Котовладельцы использовали ее для флешмоба. Мирового масштаба. Ааа! А козлы боятся резких звуков. И люди часто играют на этой слабости. Бьют по самому больному. Этих сов страх охватил при виде человека с камерой. Но позже они дали согласие на съемку. Сова! Большая голова. Ты не мими-ми. Да? Я сегодня трогала чужих сов. Кошмар. Молодец! С этим попугаем вряд ли стоит идти в разведку. Выболтает потом все секреты. Вот какой я! Кошмар пришел! Не пришел, а на дачу. И Лина на дачу. Но с другой стороны попугай всегда готов поболтать, когда хозяин один дома и ему скучно. Батан! Чемпион! Ура! В общем, как ни крути, а животные настоящие друзья человека. Этот парень даже автомобиль доверил своему псу. А эта собака устроила на дороге коллапс. Хорошо, что рядом не оказалось полицейских. Встреча со стражами порядка? Дело серьезное. Кажется, шутки тут неуместны. Но это только кажется. Этот полицейский уверен, что действует по служебной инструкции. Он думает, что сейчас сток эффектно вспыхнет. Но все идет не по плану. Сослужителя порядка слетает фуражка. Хорошо, хоть не погоны. Есть? Есть. Водители нашли способ избежать лишних проверок на дороге. Повесили на стекло табличку. Остановка без причины – признак дурачины. И что вы думаете? Сотрудник украинской автоинспекции после секундного размышления удаляется. Не попросив документы. А вот в Абхазии гостеприимны даже сотрудники дорожной полиции. Спешили уже посмотреть достопримечательности. Ну, без нарушений. Ну, конечно, конечно. Без нарушений. Конечно. Да. Ну, а так это было груши? Нет. Груши ли? Да. Ну, я ничего не признаешь. Добрый вечер. Чего так спрятались? В Москве, знаете, самые какие-то лояльные полицейские. На Урале там загрязные номера тебе дают страх. Здесь я по встречке ехал, когда опаздывал реально в детский дом. Ну, я показал, что у меня куча реквизитов. Я еду. И они меня отпустили. Вообще не выписали ничего. Никого страха. Сотрудник автоинспекции чуть дар о речи не решился, когда встретил на заправке певицу Веру Брежневу. Потом собрался, взял автограф и рухнул от счастья. Посмотреть на звездного адвоката Сергея Жорина как-то тоже сбежался весь личный состав дорожной полиции. Он подбежал к другому сотруднику, который сел в машине и так встал. Ох, смотри, смотри. Вытащил всех, построил. И вот, значит, и так получилось, что они остановились перед моей машиной под светом фар. Как-то выстроились, и они меня обсуждали, не подходя ко мне. А этот бравый сотрудник ДПС выбрал для передвижения суперскоростной скутер. Теперь ему везде зеленый свет. Когда удается прорваться через оцепление чайников на дороге. Эксперты говорят, нечего на полицию пенять, если правила дорожного движения нарушали. Ведь вы даже не представляете, сколько недотеп каждый день садится за руль. Кто на заправке был, тот в цирке не смеется. В самом конце заправки, перед тем, как достать пистолет, она задала вопрос, можно ли стряхивать. Чему не учат в автошколе. Ох, отлично! Морская пехота в троллейбусе. Наталья, морская пехота! Я сейчас седу за руль. А ты вылетишь отсюда! Люди, на которых не подумаешь, что они, так сказать, мягко говорят, с небольшим приветом. Бурили, бурили, да не добурили. Самые непрофессиональные профессионалы в засекреченных списках. Непрофессионалов сейчас огромное количество. Блогеры, которые сделали карьеру на смехе. Хватит, как навозные жуки, сидеть и копошиться в этом дерьме. Верный способ осчастливить мужчину. А прямо сейчас неадекватные на дорогах. Это очень смешно, хоть и опасно. Смотрите в засекреченных списках. Эти две девушки развеселили всех клиентов и работников автозаправки. Посмотрите, как они заливают топливо в бензобак. Одна не справилась. Подруга пришла и на помощь. Общими усилиями миссия выполнена. Нажимаем большую клавишу и отпускаем ее полностью. Почему-то в самом конце заправки, перед тем, как достать пистолет, она задала вопрос, можно ли стряхивать. А теперь вытаскиваем, но... Миллион двести просмотров. Да, стряхни! Эта девушка каким-то образом получила права и даже купила машину. Но об устройстве автомобиля она имеет слабое представление. И потому не в курсе, как открыть крышку бензобака. Хорошо, что поблизости есть джентльмены. Дурдом на колесах. На 24-м месте засекреченных списков. Интересно, на что рассчитывала эта барышня, когда решила подсветить зажигалкой бензобак? Можно сказать, она еще легко отделалась. Что может сделать другой водитель в этой ситуации? Ничего не может сделать. Вы можете держаться подальше для обеспечения собственной безопасности. Что-то я неправильно делаю. Не знаю. Что я не так делаю? Делаю детей. Она машину трогает. Эта девушка скоро тоже станет водителем. Но стоит ли? Можно я сказать, что я не так делаю? Пожалуйста. Каждый водитель знает о том, что надо... Давай, поэтап. Выжали сцепление, включили первую, нажали тормоз. Что нужно дальше делать? Это сцепление, да, вибрация. Это вообще кудрявое. Друзья, шмикетка просто. У автоинструктора стальные нервы. У меня были ученики, которые плакали во время начала движения. Но для них это страшно. Одни ученики все схватывают на лету, а другие так и выезжают на дороге абсолютными чайниками. Наблюдать за ними смех, да и только. Девушка хотела припарковаться, но не рассчитала расстояние до стены. А кто выдал права водителю этой машины? Вряд ли ему можно доверить даже самокат. Женщина-водитель белого джипа несколько раз стукнула машину, которая стояла на соседнем парковочном месте. Но так и не смогла втиснуться на парковку и... Просто уехала. Некоторые мужчины пытаются помочь своей любимой женщине, чтобы она избежала этих круги ада и помогают приобрести водительское удостоверение. В результате мы на дорогах едем. Назад я судовать не умею. Всевозможные кульбиты. Иногда девушки изображают такое, что у меня самоволы, гэбон, встают, которых нет. Такому не научат в автошколе. Чтобы исполнить данный маневр, нужно иметь врожденный талант. Вперед метр проехать и обратно по инерции заскочить. Дама явно считает, что мир спасет ее красота. А умение парковаться – дело десятое. Женщина паркуется. Приготовились. И все мужики начинают смотреть на этот шапито. О, отлично! Заехали. Так держать? А со мной все нормально там. С вами отлично. Вас увидит весь мир. Девушка сначала довезла подругу до дома, а потом сбила ее. Во время разворота. И даже не вышло посмотреть, в порядке ли приятельница. А этот водитель по-настоящему крут. Только вот машина подкачала. Толкаться в пробках – удел слабаков, а не настоящих асов. Вот и блондинка уверена – ей везде зеленый свет. Правда, реальность сурова. Женщины в Российской Федерации, да, наверное, во всем мире, думают, что если они выезжают на дорогу, и милая девушка сидит за рулем, это повод для того, чтобы ее пропустить. Как это ни печально, это не повод. Женщина за рулем скутера задумалась и не заметила шлагбаум. С кем не бывает. У этой блондинки со зрением все в порядке. Шлагбаум она увидела. Даже попыталась открыть его. Вручную. Но все оказалось намного проще. А эта дама предпочитает поездки на пассажирском сидении. Водитель не только отвезет, куда нужно, но и выслушает. У меня тоже мечта была – сексуальный транспорт и город в Москву водить. Пока две палки не поставишь – не поедешь. Не менее странные пассажиры на 23-м месте засекреченных списков. Бабулька села в автобус на веселе и решила поднять настроение всем остальным. Твои кокушки молчали, а твои теперь кокушки хлопают по ***. Ой, чу, чу хочу. Не хочешь я хочу. Однако веселая пассажирка наткнулась на стену непонимания. Женщину, я вас сейчас вызову. А я сама буду. Девчонки. Да и не хочешь. Она лайки зарабатывает. Я лайки делаю. У тебя лайк на улице. Вот именно кому-то ***. Я лаю. Ой, здесь дети, блядь. Вот именно. Ой, какие дети. Давайте плакать. Странная авиапассажирка стала звездой сети после того, как высушила под вентилятором свое исподнее. Наталья, воровская пехота. А эта дама и вовсе рвется за руль. Я сейчас седу за руль. А ты вылетишь отсюда. У меня джип в Москве. Ну, я тебя сейчас сделаю здесь. К счастью, водитель автобуса не дал пассажирке захватить руль. Но есть и те, кто дорвался до работы, которые ничего не смыслят. Дилетанты. На 22-м месте засекреченных списков. Бурили-бурили, да не добурили. Инструмент вышел из-под контроля и раскидал всех в разные стороны. Мастер решил прочистить автомобильную выхлопную трубу. Но теперь отмывать придется его самого. На работе пьянству бой. Хорошо, что мужчина с буром вовремя это понял. А вот сантехник никак не может решиться войти в туалет. Одно слово – новичок. Чуть позже он все-таки преодолевает страх и приступает к работе. Но устранение засора требует более близкого контакта с объектом. Коллега, который пришел поддержать товарища, падает с осмеху и не замечает, что нервы молодого специалиста скоро лопнут. Вместе с канализацией. Бригада из 16 человек не может остановить взбесившийся инструмент. В конце концов, рабочие решают остудить пыл агрегата водой. Это не помогает. Тогда на него набрасывают покрывало. Видимо, с целью ограничить зону видимости. Но шайтан-машина так просто не сдается. Но деньги они возьмут. Придут к тебе, испортят твою квартиру, унитаз прицепят наверх, зальют тебе пол криво бетоном и уйдут, бросят твою квартиру. На самом деле, да, таких полно сейчас. От этого работяги опять сбежала последняя электрическая тачка. А вот рабочий на спор бросается в яму с мазутом. Не вижу, блин. Без ответа остается два вопроса. Зачем? И неужели ему больше нечем заняться в рабочее-то время? Должна быть наследственная профессия. Прадедушка-сапожник, дедушка, отец, сын, внук, брат, сват. Вот мастерская, вот они тачают обувь, ботинки, сапоги. Повара тоже. 300 лет эта семья. Повар, повар, повар. То же самое медицина. Огромная библиотека еще дед при царе собирал. При советской власти. Сейчас все с нуля. Первый раз. Доярка вдруг стала актрисой. Значит, там, не знаю, библиотекарь, но уже работать, она стала, там, не знаю, инженером где-то. То есть, вот такое анархическое состояние. Но начальникам не стоит сильно ругать своих подчиненных, ведь карма настигает мгновенно. А главное, не нужно пытаться ускорить рабочий процесс. Это чревато последствиями. Если, конечно, вы не владеете уникальными лайфхаками. Самые абсурдные из них на 21-м месте засекреченных списков. Строители максимально оптимизировали рабочий процесс. Теперь они могут давать мастер-класс, как построить дом, не сходя с места. А вот как можно забивать сваи быстро, качественно и весело. Просто учитесь у турецких строителей. Это должны быть профессиональные люди, конечно. И ты им доверяешься, ты платишь деньги, в конце концов, доверяешь там свои жилища и ресурсы какие-то. А человеку непонятно, что изобразить. Это плохо. Нужно вызывать специалистов, чтобы дважды не бегать за ними. Жизненно необходимый лайфхак для некоторых девушек – как увеличить губы. Способы предлагаются разные. От перца чили до ожога. Но самый эффективный и безопасный – этот. Как сделать электрогитару из лопаты? И один, два, три, четыре. Возникает логичный вопрос. А кто захочет это повторить? Кому это пригодится? Известные блогеры отвечают – пригодится может всё. Даже лайфхак – как достать лампочку изо рта. Мы снимали видео с Эдиком, с моим другом, мы решили проверить. А у него здоровенный рот. И я говорю, Эдик, у тебя сто пудов вот она не застрянет. И самое главное, что он сказал, я тоже так думаю. Я реально гуглил, как достать лампочку. И мы нашли, типа нужно обернуть её в платок и разбить, чтобы стекло в рот не залетело. А это лайфхак для настоящих мужчин. Как приготовить ужин строительными инструментами? На заметку хозяйкам, которые заскучали на кухне. Плита – это пережиток прошлого. Сегодня модно готовить на утюге. Что касается лайфхаков и тому подобного, для этого как футбол, особенно в России. Мы в футбол играть не умеем, но все друг другу пихают, понимаешь, и все друг другу учимся. Вот по еде то же самое. Готовят мало, кто может уметь готовить, да, профессионал. Но при этом включи телек, и там готовят все, кому не лень. И люди смотрят, и потом с ума сходит. Как своими руками сделать стальную катану на случай зомби-апокалипсиса? У этого ролика в сети почти 2 миллиона просмотров. Неужели к нашествию живых мертвецов всерьёз готовится целый мегаполис? Это феномен человека, мне кажется, его подсознание. И человек хочет проверить же всё на себе. Если там кого-то только что ударило током, да ну, пока тебя не ударят, ты не поверишь. Эта девушка точно знает, как подняться по узкой лестнице и не переломать каблуки и ноги. Секрет так и остался бы нераскрытым, если бы не случайный прохожий с камерой. Добавляем, молясь, на роботизатора и замерзайка. Чтоб лучше мылилось. Утёнок жидкий. Чтоб точно все дыры чистые были. Настоящая кладезь вредных советов. Блогер Владимир Ржавый. Это урок «Как сделать подарочное мыло своими руками». Съем ложечку, пи***, пи***, мыло будет. Парится всё мало. Можете здесь что-нибудь накорябать, написать и можете смело дарить. Но кроме подарка для девушки нужно приготовить и романтический ужин. Нам понадобится виноград, водка и килограмм сахара. Вино домашними ногами, понимаете, как ещё там сделать, знаете, как всё это украсить, там под ногти грязь забить, знаете, там типа и дать ещё кому-то это вот выпить. То есть люди в поиске вот этого самого хайпа, просмотров и центров с Ютьюба идут на вещи, которые граничат с преступлениями, понимаете? Это такая тонкая грань. Вот по лезвию бритвы ты или сюда упадёшь, или сюда упадёшь, понимаете как? Попробуем. Ах, х**, слабоват. Ржавый далеко не самый смешной блогер в интернете. Настоящие уникумы. Далее в засекреченных списках. Поэзия 21 века. О чём сегодня слагают стихи? Нынче блогер – это не профессия. Не работа, а позор и стыд. Даже государственная пенсия мне не светит за мои посты. Профессия-репортер. Классика жанра. Я прошла афганскую войну. Я желаю всем мужчинам пройти её. Она уже совсем не та. Она уже старая. У неё уже, она говорит такую ахинею, такую околесицу. Как журналисты пристают к людям с вопросами. Как вы были задержаны? Блестяще. И что из этого получается? Журналисты – лишняя профессия. Позор в прямом эфире. Пал. Ваши понты могут сработать против вас. Ну не всех это получается. А также, как правильно смешить людей и зарабатывать на этом миллионы. Прямо сейчас. Что вижу, то пою. Профессия-блогер. На 20-м месте засекреченных списков. Ты что делаешь? Да я видео смешиваю. Причиной вашего плохого настроения, недовольства собой, стрессов, служит ваша зацикленность на негативе. Этот блогер точно знает, как поднять женщинам настроение. Хватит, б***ь, как навозные жуки. Сидеть и копошиться в этом дерьме. Сейчас же улыбнулись. Подтянулись и подб***ли дальше. А вот девушка-блогер знает, как поднять настроение мужчинам. Потому что вся эта моя тюрьма... И это тоже. Доктор, спасите, мне надо на сцену. Встать, я хочу звездой. Блогер Евгеника Дидюля возрождает поэзию и читает подписчикам стихи на злобу дня. Си***ки, вот пропуск мой. Образование не получала. Ой, всё это не по мне. Я вот губы давно уже накачала. Ну ставьте импланты мне. А вот типы парней на свиданиях. Это Верту. Это Мерс. Это Порш. И это всё моё. Я подарю тебе дом. Куплю машину. Мы полетим отдыхать на Мальдивы. Я сделаю для тебя всё. Поехали со мной. Очень жизненно считают представительницы прекрасного пола. Но перлы случаются и во время интервью для новостных программ. Когда журналистам хочется, чтобы всё было серьёзно и как положено. Каков вопрос, таков ответ. На девятнадцатом месте засекреченных списков. Володя! Нам нужно интервью, Володя. Как пожар-то начался? Пожар? Пожар так. Он начал меня просить. Дай. Я сказала. Не дам. Не отдашь. Репортеры приехали в общежитие, где произошёл пожар. И решили записать интервью с... Очевидицей. Да я даю, кому я хочу. Он поджёг. Вот этот хуй поджёг меня. С какими редкими именами вы встречали в жизни? И кто были эти люди? А это интервью уже классика. И давно стало одним из самых популярных мемов в интернете. Ибрагим, вам что-нибудь говорить? Прекрасное имя. Я прошла афганскую войну. Я желаю всем мужчинам пройти её. Мужчина определяется делом, а не словом. И если я ношу кандибобер на голове, это не значит, что я женщина или балерина. Видите, иногда мы... Невозможно же понять, то ли человек угорает, то ли у человека действительно проблемы с психикой какие-то. Эта маленькая спортсменка даёт первое интервью в своей жизни. И рассказывает все семейные тайны. На всю Америку. И не только. А кто твой папа? Он же атлет? Да, он когда-то был атлетом, но сейчас он очень толстый. Он трескает два килограмма мороженого каждую ночь. А это интервью оказалось ультракоротким. Своим ответом мужчина как бы намекнул, что нечего отрывать людей от любимого занятия. Могу я спросить вас, если вы выиграете много денег, что вы сделаете? Сниму проституток. Это не очень хороший ответ. Интервью делает Дэвид Леттерман, если бы люди владели английским языком. И раньше делал Ларри Кинг. Вот это интервью. А Опра Уинфри уже не интервью. Если Опра Уинфри не интервью, то что же тогда я могу сказать о наших интервьюерах? Вы сказали, вы очень устали сегодня утром, так? Я устала. Это интервью со 110-летней Флоси Дики покорило весь мир. Старушка твердила только одно – она очень устала. Неудивительно, когда у тебя трое детей, 12 внуков, 20 правнуков и 15 праправнуков. А что вы больше всего любите делать? Я люблю спать несколько раз в день. Вы занятая женщина? Как вы боретесь с тем, что товар вам попадает с некачественным? Я борюсь. Не покупаю. А эту женщину журналисты остановили возле магазина. Поинтересовались, как она выбирает продукты для своей семьи. Но дама предпочла учить корреспондентов правильно брать интервью. Так, вопросы правильные задавайте, пожалуйста. Вопросы задавайте – да или нет. Это почему это вызывает смех? Потому что человек действительно себя чувствует лучше глядя. Он говорит, а я лучше, чем он. Я живу лучше. Я выгляжу прекрасней. Я не такой дурак. Девушка-корреспондент проводила на улице опрос общественного мнения. Все шло гладко, пока журналистка не наткнулась на эту странную даму. Меня боги, Аллахи выбрали, когда мне было почти 10 лет. Меня мама очень не любила, потому что у меня были вьющиеся волосы. Ульянов Ленин, как вы знаете, он совершил революцию. Он из Ульяновска. Надежда Константиновна Крупская, она была русская. Ульянов был татарин. У Надежды Константиновны Крупской были длинные волосы. Поэтому волосы я отращиваю для того, чтобы не умереть раньше времени. Конечно же, в эфир это интервью не пошло. А только появилась на просторах интернета. Несмотря ни на что, сама журналистка оставалась на высоте и смешной не выглядела. В отличие от своих многочисленных коллег. Чудаки с микрофоном на 18-м месте за секречных списков. Этот журналист не успел рассказать о погоде. Его сдуло из кадра. Этому корреспонденту репортаж испортила оса. Что, несколько парадоксально. Ну что это? В камере у вас оса. Сгони, она лезет в объектив. Речь белорусской труженицы эфира пыталась сорвать муха. Но девушка оказалась стойкой. Эта ведущая прогноза погоды чуть не загубила себе карьеру из-за паука, который неожиданно появился в кадре. Ее коллега, по всей видимости, тоже страдает арахнофобией. А вот прямой эфир, который сорвала летучая мышь. Американский репортер ухитрился обнаружить цепучие пески в городе. Человек устроен настолько дерьмовым образом, все кроме меня, что люди радуются, когда ты лицом в лужу угодил. Если Атарик сделал неправильное ударение или проиграл судебный процесс, это же праздник на нашей Московской улице. Во время интервью корреспондент хотела принять непринужденную позу. В итоге сделала из себя посмешище. Ой, что? А тут репортер просто-напросто забыл, о чем хотел рассказать своим зрителям. Эта журналистка поплатилась за то, что была слишком навязчивой. И прославила парня, который не желал светиться перед камерой на весь мир. Журналисты – лишняя профессия. Это не профессия. Это род занятий. Достаточно историческое образование, филология. Филологическое, юридическое. Зачем отдельно журналистика? Это во-первых. Во-вторых, на соли выбывают. Одни те же вопросы задают. Я уже ответил, снова задают. Такое вот создают отрицательный биополь. Тем не менее, есть люди, которые на все готовы, лишь бы засветиться на телеэкране. Но журналисты не всегда способны реагировать на таких чудаков адекватно. Эффект неожиданности. То есть мы сидим же тоже напряженно и смотрим новости. Мы напряженно смотрим, боже мой, что там взорвалось. Как? Что будет? И вдруг происходит какой-то ляв, который выводит людей из равновесия. И, конечно, это вызывает улыбку. Добрый улыбок. Полиция Канады обнаружила плантацию марихуана, храняемую... Ведущая этого выпуска новостей прославилась на весь мир. Все потому, что не смогла сдержать эмоции на записи программы. Также находились большой пёс, вьетнамская веслобрюхая свинья и енот. По словам полицейских, когда они обнаружили плантацию, то увидели, что рядом с грядками марихуана сидят. Полиция Канады обнаружила плантацию. Такие, да, какого там свинья делала? Ведущая целых 15 минут билась в припадке смеха и чуть не опоздала с выходом в эфир. Прикольная информация. А пропустить нельзя? По словам полицейских, когда они обнаружили плантацию, то увидели, что рядом с грядками марихуаны сидят медведи. Но в итоге журналистка всё-таки взяла себя в руки и дочитала новость. А на следующее утро, после публикации ролика, проснулась настоящей звездой. Что мне показало данной ситуации, нам всем, как это ни странно, народ безумно соскучился по весёлым новостям. По смеху от души, по смеху до слёз, по смеху до боли в животе. В итоге медведи, охраняющие марихуану, стали интернет-мемом. Это когда шутка становится настолько популярной, что превращается в символ и начинает жить своей жизнью. Самые смешные мемы прямо сейчас, на 17-м месте засекреченных списков. Беспондовая музыка. На самом деле, очень плохая музыка. Что за направление музыки играется? Это интервью тоже мем. Как оказалось, даже за пределами России. Совсем недавно бразильский футбольный клуб «Америка Минейра» использовал его, чтобы сообщить о своей победе над интернационалом. Полицейские задержали нарушителя закона, а он оказался страстной натурой. Ломай меня полностью. Зачем? Я хочу, чтобы ты ломал меня. Да? Да. Ты извращенец, что ли? Я хочу, чтобы ты ломал меня. Ты извращенец? Ты сможешь? Зачем? Ты хочешь сломать? Нет. Зря. Почему зря? Ломай меня полностью. Я хочу, чтобы ты издевался подо мной. Если наручник снять, вот, один на один, а с тобой выйду. Ты сможешь даться? Я не имею права. Наручники с парня так никто и не снял. Зато у пользователей интернета появился новый герой. Знаменитый ждун – скульптура нидерландской художницы, которая назвала его «Помесь насекомого и слона». Сегодня же об оригинальном названии и предназначении никто не помнит. Зато в сети гуляют сотни мемов с изображением этого грустного персонажа. Ждун – это вообще бомба оказалась, потому что это как получилось. Уже есть эмоции со ждуном, или как правильно сказать. То есть продаются в огромном. Я летаю когда по миру, и этот ждун есть в сувенирных лапках. Хороший борщик с капусткой, но не красный. Так, сосисочки. Ну, еще есть какой-то непонятный салат. Это Никита Литвинков. К нему Слава пришла после интервью в школьной столовой. Вообще он меня бесит. Вкусный чай. Он так утоляет жажду, я чувствую себя человеком. А это самый знаменитый рыбак рунета. Ну, кто еще так радовался улову? Вот он, вот она рыбовые мечты, вот она, вот она. Почему люди просматривают смешные мемы или ролики? Возможно, где есть какой-то мат, пьяные люди. Такой-то, как говорится, мем из народа. То есть человек смотрит и говорит, смотри, он такой же, как я. Здоровенный яд! Яд! То есть он фактически видит себя, он ассоциирует себя с главным героем вот этого ролика, вот этого мема. И поэтому человеку становится хорошо. Яд! Когда хозяин Сиба-Ину снимал это видео, наверняка рассчитывал лишь на лайки и новых подписчиков. И даже не мечтал, что его пес станет интернет-мемом, а его собственная фраза – крылатый. Это фиаско, братан! Растерянный герой Джона Траволты – мем на все случаи жизни. В таком видео он появляется и в очередях, и в драках, и на свиданиях с женщинами. Впрочем, на первом свидании выглядеть растерянно и глупо может кто угодно. Первый блин на 16-м месте засекреченных списков. Этот американец составил видеопамятку для всех парней, как не нужно вести себя на первом свидании. А ты ничего, может, сразу ко мне. А вот правило от русских сердцеедов – как не отпугнуть девушку в самом начале знакомства. Ты на фото получше. И сейчас придет моя мама, если ты ей понравишься, ну и братану. Мне так нравятся твои усы. Такие ситуации, когда там остро подмечены в эмоционально насыщенный момент – это очень круто, это очень смешно. И это то, что в принципе в жизни в разных вариантах бывало у каждого. И у человека, даже если он не помнит, что у него там было, у него возникает чувство узнавания, что вот же оно как. Приходит девушка, и ей нужно сразу показать, что она и красивая, и умная, и прекрасная хозяйка. Послушайте. Это крик души девушки, которая пережила несколько десятков первых свиданий. Я считаю, что нужно вести себя естественно. Приходишь ты такая и говоришь «Привет, я на *** работе, можно я поем?» Привет. Салам алейкум. Привет. Привет. А эта барышня отправилась на встречу с парнем, с которым раньше только переписывалась в интернете. Она даже не догадывалась, что долгожданное свидание – всего лишь розыгрыш, устроенный блогером. Как дела? Хорошо. У тебя тут? Нормально. Идем все. Кушать хочешь? Нет, спасибо. На протяжении полутора часов блогер пытался вывести девушку из себя. Меня тут недалеко сбило машину на пешеходном переходе. Че, сильно? Сильно. Прямо сбило машину на пешеходном переходе. Что такое? Девушка оказалась тактичной, вежливой и выдержала все испытания. За что в финале получила букет и признание в том, что свидание было шуткой. Хорошо, дедушка, молодец. Я думал, что ты раньше выйдешь из машины. Как тебе ощущения? Здравствуйте. 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 Мне тут взрыва звонили, сказали, что у них ангел сбежал. Случайно не вы? У этой девушки аллергия на всех парней, которые пытаются познакомиться с ней при помощи банальных фразочек из интернета. Ой, слушай, мне тут из зада звонили, у них там черт сбежал. Случайно не ты. Девушка, вы не подскажете, как пройти прямо? Прямо к вашему сердцу. Ой, слушай, я знаю, как пройти прямо. Вы ж... Стой, стой, тебе не туда, тебе туда. Точно, точно тебе говорю. Здравствуйте, можно ваш телефон? Слушай, тебе ещё и холодильник. В смысле? Ищи брон. А этот парень наглядно доказал, что женщины не очень-то рады, когда к ним проявляют вот такой интерес. Дима Городецкий – знаток женской психологии. Он уверен, что точно знает, почему столько красивых и молодых женщин страдают от одиночества. Девочки, ещё одна ваша проблема, из-за которой вас нет и не будет. Мужика – это ваши, точнее, их вражения. Злыми, отмороженными лицами. Допустим, девушка последовала совету Городецкого и получила приглашение на свидание. Главный вопрос – как себя вести? Но и тут советчиков хватает. Я думаю, что на первом свидании, так же, как на втором, на третьем и в принципе по жизни, нужно вести себя естественно. Я сейчас скажу парадоксальную вещь, а ты говоришь, б***ь, а у меня такое попально есть. Психологи согласны. Держать эмоции в себе долго нельзя. Но и выплёскивать их на окружающих тоже нежелательно. Ведь на вас смотрят дети. Забавно наблюдать, как взрослых копируют чужие чата. Но когда это делают собственные отпрыски, нам не до смеха. Всё, что детям не следует повторять, на 15-м месте засекреченных списков. Посмотрите, как трясёт этого ребёнка. Что родители сделали с его психикой? Этого малыша не устраивает всё, что его окружает, особенно навязчивое внимание родителей. А этот мальчик уже в курсе. С женщинами нельзя быть мямлей. Пока его приёмы работают плохо. Но ничего, парень скоро вырастет. Японская малышка рычит, как дикий зверь, когда брат забирает у неё игрушки. Мальчуган разочаровал подарок на именины. И вот он бьётся в истерике на асфальте. Интересно, чего он хотел в три-то года? Настоящий автомобиль? Родители смотрят и не знают, как остановить истерику. А ведь есть один классический способ. Девочки истерит. Купите, 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 купите мне куклу. Купите, купите, купите. Не купили. И потом мама и папа, и мама видит туфли, начинает орать, купите мне эти туфли, купите мне туфли. И девочка говорит, мама, ну что ты как маленькая. И папа с мамой, значит, перехихихивает. Вот мальчик, который не прощает ошибок. А этому ребёнку родители позволяют абсолютно всё. Даже есть песок. Но скажет ли он им за это спасибо, когда вырастет? Маленькая девочка отлично умеет манипулировать людьми. И если нужно заплакать, чтобы добиться своего, она это сделает. А этот ребёнок воспитывает своих родителей радикальными методами. На этих кадрах родители сами провоцируют детей. А потом удивляются, почему чада так остро на всё реагирует. Может, это просто способ подготовить ребёнка к трудностям жизни? Как этот ребёнок будет относиться к отцу, когда вырастет? Если так же, то папаша явно не поздоровится. Кто будет виноват, если эта девочка вдруг начнёт заикаться? Папа! Этим малышам жизнь подсунула кислый лимон в лице их ненормальных родителей. Как ещё реагировать на такую подлость со стороны самых близких людей? И стоит ли удивляться фобиям некоторых взрослых от боязни пауков до страха перед клоунами? Возможно, вино и всему. Такое вот детство. Страх, как смешно. Четырнадцатая строчка засекреченных списков. Эта женщина явно боится мышей. Взрослые мужчины приходят в ужас при виде безобидных насекомых. А этих людей пугают громкие звуки. Есть страхи базовые. Это чаще всего то, что чаще всего встречается из практики. Это страхи змеи, пауков, каких-то там всяких членистоногих. Есть у людей страхи птиц. Страх темноты у многих. Ну, то есть вот это вот то базовое, глубоко в подсознании таящееся, с чем очень вообще сложно бывает разбираться. Несколько друзей решили проверить, боятся ли люди динозавров, хоть и знают, что они вымерли. Ответ – боятся. И еще как. Аттракционов боится каждый пятый. При этом многие пытаются побороть свою фобию. И вот, что из этого получается. А у этих людей реакция следует раньше осмысления. Есть люди, опять же, вот те, о которых мы говорили, с очень медленными реакциями. То есть у них вообще эмоциональный фон такой ровный, как стена. Такие люди и переживают мало, и боятся мало, и смеяться тоже для них такая редкая история. Есть люди с очень быстрой реакцией. У них, как правило, много фантазий, много эмоций и страхов тоже достаточно. Зачем я сюда пришла? Эти девушки и парни тоже хотят победить свой страх. Ради чего согласились провести несколько минут в коробке с пауками. Зачем я сюда пришла? Это не смешно! Все, это не смешно! Это не смешно! Все, пожалуйста, уберите его! Все! Может ли такая шоковая терапия кого-то вылечить? Это очень стрёмно. Я поняла, что я больше не боюсь пауков, как раньше. С меня хватит точно. Я больше так экспериментировать никогда не буду. Со страхами, конечно, бороться можно. Я, например, вот не очень люблю пауков. Я теперь знаю, что я, в принципе, могу их не бояться. Но мне не очень хочется с ними сталкиваться. Но вот уже эта реакция, которая была у меня раньше, там, аааа, подцепенение и там всё, как зомби, такой уже нет. Я работала над этим. Точно так же каждый человек может страхи отработать. Эти люди не знали, что боятся высоты, пока не оказались на стеклянном мосту через пропасть. А тут их акрофобия зацвела буйным цветом. Самым стойким пришлось волочить их подальше от кошмарного места. А для половины человечества невыносимым является вот этот звук. И они боятся лишний раз скрипнуть вилкой или ногтём по стеклу. А ведь некоторые издают такие же звуки, когда поют. Самые смешные певцы на 13-м месте засекреченных списков. Звёздами не рождаются, звёздами становятся. Самый лучший день заходил вчера. Могу точно сказать, что вот сейчас наступил хаос. Преподаватели вокала, затыкайте уши. Такому пенью позавидовала бы сама Уитни Хьюстон. Вот этот абсурдизм, он и привлекает внимание. Самое удачное выступление – это когда зрители в шоке. Лишний вес танцам не помеха. Самые весёлые ляпы прямо сейчас в засекреченных списках. Эта звезда сети прославилась благодаря своему пению. Самый лучший день заходил вчера. Хотите верьте, хотите нет, но поклонников у неё больше, чем у некоторых профессиональных певцов эстрады. Могу точно сказать, что вот сейчас наступил хаос. Привело пока к тому, что вот эта вся масса, она разрослась. Хорошая музыка потерялась в тоннах, плохой. Уже нужно как-то её выискивать там. Приведёт, я думаю, по закону жизни, по закону вселенной, приведёт к тому, что всё равно со временем выживет сильнейший. Этот парень любит попевать тем, кого слушает в наушниках. Вот как это выглядит со стороны. От такого пения у преподавателя вокала, наверное, завяли бы уши. Никто не спорит, петь любят многие. Но зачем записывать своё пение на видео и выкладывать это безобразие в сеть? Потому что эти ролики людей веселят. Трудно сказать, деградирует ли при этом наше общество, когда смотрит низкого пошиба какое-то видео. Мы имеем право отдохнуть, расслабиться, посмотреть что-нибудь тупое и поржать. Парень с наших окраин возомнил себя чёрным рэпером. Здесь важно не столько исполнение, сколько текст песни. Вот шедевр Уитни Хьюстон в исполнении украинского инженера. Когда такой здоровый мужик, 39, ему кажется, лет, выходит и начинает тоненьким голоском петь у Итни Хьюстон, и этот абсурдизм привлекает внимание. Я их так хочу согреть теплом. Этот юноша вообразил, что его вокальными данными стоит попытать счастье в шоу талантов. Так я целовать и гладить готов. Ну, не важно, не попадаешь никуда. Просто любишь эту песню «Белые розы». Может быть, он вырос на этой песне. Может быть, он считает, что это шедевр музыкальный, мировой. Металька, держи. Искренне вышел. Испел, как оно спелось, так оно и спелось. Почему нет? Тем не менее, юноша рассчитывал, что его выступление вызовет шквал оваций. Но жюри ценят не искренность, а талант. И считают, что большая сцена для профессионалов. Те, кому до них, как до луны, на 12-м месте засекреченных списков. Ещё? Да. Этого мужчину часто просят выступить во время семейных застолий. И он не отказывает родне в удовольствии. Индийское кино докатилось до Азербайджана. Этот мужчина в тренде. Когда ты видишь неадекватное себя оценивающее, то ты понимаешь, что вообще-то в стране ещё, может быть, ещё 100 миллионов таких же неадекватное себя оценивало в других властях. А это кульбит во время выступления от певицы Натали. Выступление пышек на американском шоу талантов. Танец живота должны исполнять те, у кого эти животы есть. Выступление этого японца стало одним из лучших и самых смешных. Посмотрите, как мастерски мужчина сдёргивает с себя красную скатерть, не расплескав ни капли из чашек с чаем. Мужчина не нашёл единомышленников, чтобы выступить перед публикой и решил, что и сам станцует за пятерых. Безусловно, его танец запоминающийся, но вот далеко не самый смешной. Кардебалет на 11-м месте засекреченных списков. Молодой человек размера XXL увлечён танцем живота. А что, лишний вес сексуальным движением не помеха? Главное правило – минимум одежды. Ах, какая женщина! Танцует на свадьбах так, что другие гости боятся подойти к ней ближе, чем на два метра. Оказывается, чувственно двигаться могут даже горячие кавказские мужчины. Это здорово, потому что люди раскрепощаются. Я очень люблю раскрепощённых, свободных людей. Пускай это будет выглядеть нелепо, не знаю, некрасиво, зато они свободные, они раскрепощённые, и они очень внутри себя всегда очень красивые люди внутри себя. Этот свадебный танцевальный баттл – лишнее тому подтверждение. Танцуют кто во что гораст. Парень отжигает в ночном клубе в надежде, что все девушки будут его. А таким танцем можно пугать маленьких детей. Искусство не чуждо даже реальным пацанам. В этом танце тоже прекрасно всё. И движение, и наряд – по последнему писку пляжной моды. Не менее эффектная одежда на все случаи жизни. Далее в засекреченных списках. Что хочет показать Ольга Бузова, когда надевает платье с таким глубоким декольте? Место встречи жертв моды. Изменить нельзя. Каблуки – самое страшное изобретение человечества. И танцы на льду от новичков. Ну, упало так смешно, таким кубарем, что, а про себя думаешь, ага, так вот сейчас можете идти, посмотри, куда ты ступаешь. Когда вы смеётесь над кем-то, вы смеётесь и над собой. Самые неловкие моменты далее в засекреченных списках. Певица Леди Гага уже и не знает, чем удивить поклонников. Посмотрите, как ничем не примечательный балахон превращается в шар с длинными шипами. А вот снова Гага – леди шахматная доска. Наши звёзды не такие смелые, но и они регулярно смешат публику. Их наряды – на десятой строчке нашего топ-листа. Посмотрите, какие туфли недавно прикупила себе Наташа Королёва. Стрит-стайл? Там такой стрит-стайл. Собрано всё лучшее и сразу, но это порой не смешно. А вот как звезда появилась на церемонии вручения известной музыкальной премии. Кажется, что Королёва оголила грудь. Хотя на самом деле это просто бежевые вставки на её блузке. А вот Ольга Бузова и её платье с мега-декольте. Какую цель преследовал дизайнер наряда? Обнажить пупок? В таком виде модельеры предлагают ходить по улицам всем женщинам. Эти платья называются голыми. А теперь представьте, что его наденет не тоненькая модель, а нормальная женщина 52-го, а может и 54-го размера. Есть те, кому кажется, что её... Если она в размере дабл, XL, 54, 56, 58, я не понимаю очень многих, почему им хочется обязательно себя обтянуть. Память того, что она была когда-то 46-го размера, не отступает никогда. И обязательно хочется трикотажное платье, и оно всё равно будет вот такое вот, как гусеница стретч. И ты не сможешь переубить. И ведь носят девушки наряды не от кутюр, а те, что продаются на популярных китайских сайтах. И это настоящая лотерея. В 90% случаев ожидание не совпадает с реальностью. Посмотрите, как в Париже и Ницце одеваются лица без определенного места жительства. Между прочим, именно благодаря им появилось новое модное течение «Бомж-стайл». Они спят вот здесь вот, на берегу Тридеземного моря и дышат морским воздухом. Это французские бомжи, как видите, они пьют по утрам шампанское, чувствуют себя здесь великолепно. На сколько костюр у меня? Ага. С рубашками, с калшками. Шесть стук. Настоящая парижская знаменитость – бомж-бодибилдер. В супермодных штанах. Чокнутых. Я очень люблю, честно, люблю бомжей за границей. Я всегда их фотографирую. Всегда. В Париже особенно. Вот эти, которые на улице спят. Вот они всегда очень стильны. Вот во что бы они ни были наряжены, у них всегда есть чувство стиля. Посмотрите, какую жертву моды занесло в метрополитен. Метро для модников – место встречи, которое нельзя изменить. Посмотрите на эти наряды. В таких и в Пир, и в Мир, и даже в Турцию. Самые смешные курортники на девятом месте засекреченных списков. Как наши российские туристы занимают шизмонг. Один шизмонг положили на два, чтобы никто их не увел. И чтобы вот эта младенца не улетела. А вы бы догадались, так занять шизмонгами. Курортный сезон в Турции. Русское застолье без песен не бывает. Даже за шведским столом. ПЕСНЯ Зачем этот мужчина лег поперек дороги? Он как бы намекает, что дальше только через его труп? Даже хреновый отдых, дорогой и бессмысленный – это отдых. Хоть какие-то другие эмоции, нежели чем работа-дом, работа-дом, работа-дом. Но отдыхать не обязательно в Турции. В ближайшем пригороде тоже бывает весело. Газантин! Этот мужчина развлекается, изображая танцующий фонтан на собственной даче. А вот шутник решил организовать для друга анимацию с водными процедурами. И окатил несчастного ледяной водой из ушата. Так выглядит незабываемый отдых на деревенской свадьбе. А вот что бывает, когда устал отдыхать, и душа рвется в бой. Друзья собирались отдохнуть на даче, установили бассейн и решили испытать его. Этот мужчина, как истинный спортсмен, долго готовился к прыжку. Но в итоге полетел в воду вниз головой. От скользкого пола и брошенной кем-то под ноги банановой кожуры не застрахован никто. Верх тормашками. Восьмая строчка засекреченных списков. Гламурная красотка споткнулась, засеменила и в итоге упала в пруд. Прямо в дорогой меховой жилетке. А-а-а! А-а-а! Ох, холодно! Женщина балансировала на бревне, как заправская циркачка. Но недолго. Две подруги просто хотели произвести впечатление и добились эффекта. Правда, не того, на который рассчитывали. Когда смотрю какие-то такие вещи, я думаю, ого, надо осторожно ходить по лестнице. То есть я не то, что как бы я смеюсь. Да, бывают какие-то вещи, которые, ну, бывает, ну, смешно падает. Ну, блин, ну, конечно, там жалко, там, может, что сломался. Ну, упала так смешно, таким кубарем, что... А про себя думаешь, ага, так вот, сейчас будешь по лестнице идти, посмотри, куда ты ступаешь. То есть такие ролики должны нас учить быть осторожными, чтобы нас так же кто-то не снял и не выложил. Вот что бывает, когда только учишься ходить на высоких каблуках. Хотя иногда устоять на шпильках трудно даже опытным моделям. А уж если на улице гололёд, начинается настоящий цирк. Вот только девушкам уже всё равно, что они выглядят, как коровы на льду. Эта китаянка впервые пришла на каток. И уже через секунду стало ясно. Танцы на льду – её конёк. На этих кадрах модель, которая не рассчитала дистанцию до кромки бассейна. И это во время конкурса красоты. А тут с гироскутера падает сам Майк Тайсон. Самое обидное, что за такое даже в морду дать некому. А вот как выглядит йога по принуждению. Если падать так каждый день раз по двадцать, можно стать гибким и пластичным. Это очень смешно. И неважно, что человек ударился. Но эта психология всегда была, всегда. Кто бы ни падал, во все времена, все начинают хохотать, если смешно упал. Вот начинают хохотать, и всё. Вот и с этим ничего нельзя сделать. Если вот так в морду тортом, это всё равно все смеются. Эта гимнастка оказалась совершенно беспомощной перед этим алым полотнищем. А тут парень сначала воткнулся в потолок, а потом упал на пол. Просто ракета в воздух-земля. Молодому человеку не повезло с друзьями. В трудную минуту они повели себя как предатели. Упал, отжался. Физкультурник-любитель с честью вышел из ситуации. Хотя от этого конфуз не стал менее смешным. Как выиграть бой с обстоятельствами, расскажем далее в засекреченных списках. Так и было задумано. Как с честью выйти из любой непредвиденной ситуации? Мыло вместо масла или чем угостить самых близких людей? Кто сказал, что лучшие повара-мужчины? Б**ть! Ты что, брак, Серёжа? Включи телек, и там готовят все, кому не лень. И люди смотрят, и потом с ума сходит. Бой кулинара-любителя с крабом. Всё самое смешное сегодня. Только в засекреченных списках. Девушки отдыхают. Девушка отказала парню в поцелуи. Но он не подал и вида, что уязвлен. Мотогонщик чуть не слетел с железного коня, но сумел преподнести это как проявление мастерства. Главное – никогда не опускать руки. И делать вид, что неудача на самом деле не неудача вовсе, а розыгрыш. Самые удачные из них – на шестом месте засекреченных списков. Эта дама пообещала мужу показать классный фокус, который подсмотрела в интернете. Любопытство может и не порог, но всё равно наказуемо. И как после этого верить женщинам? А здесь не по правилам играет мужчина. Его друг заработал несколько шишек, но так и не раскрыл секрет фокуса. Смешной розыгрыш – смешной и удачной розыгрыш. Это когда над кем-то поиздевались, но он не пострадал. То есть он тоже поржал над этим потом. Это смешной и удачной розыгрыш. А когда налить воды на ступеньки зимой, и замёрзнет вода, бабки будут падать, и ты будешь ржать. Ха-ха! Это тоже розыгрыш, но это совсем не смешно. Вот как над случайными прохожими шутит целая бригада юмористов. Случайные зрители наблюдали, как толпа с ужасом убегает от кого-то. Полицейские даже бросились спасать их. Виновник всего хаоса появился в кадре, когда нервы у всех были уже на пределе. Им оказался ребёнок в костюме Мишки. Этому шутнику на глазах у изумлённой публики лечили зубы дрелью. А вот барышня, которая не побоялась притвориться слепой, чтобы заставить прохожих убрать за её собакой. И наслаждалась реакцией людей, которым за помощь подставной полицейский ещё и штраф выписывал. Ну, на официантов это всегда самый классный подкол. Это есть раки, которые обладают икрой. Она чёрная, такая же похожа на осетровую. Вот берёшь её, снимаешь с рака и кладёшь в икорницу. И на мойке, да, то есть делаешь небольшую инсталляцию, как будто это кто-то принёс. Все же знают, да, что официанты любят доесть. А она горькая нереально. Понимаешь, и вот раз он проходит, замечает это, думает, нифига себе, икры положили, кто-то не доел, и никто не захотел. И он берёт этот шкирец где-то, и потом только слышит оттуда. Мать, гады! Много-много приколов. А этот розыгрыш придумали в Бразилии. Правда, совсем скоро его запретили. Пранк оказался слишком жестоким. В лифт, куда заходила жертва, вносили гроб. Из него вываливался труп, который оживал, едва несчастный, успевал оправиться от первого шока. Это же очень страшно, и у человека может остановиться сердце на полном серьёзе. Человек заходит на работу, да, у него резюме, он садится в лифт, и с ним происходит, ну, сказать нелепость, это не сказать ничего. То есть человека вводят в состояние жуткого шока, жуткого просто какого-то транса, и это же может быть летальный исход. Я просто не представляю, как они потом, организаторы, сколько они сували денег этим несчастным, чтобы они подписали согласие на свою публикацию в этих роликах. Этот блогер намазал бутерброд мылом вместо масла, налил сверху варенье и принёс угощение своему отцу. Младшей сестрёнке он подсунул сладкие подушечки, замороженные в молоке. А друзьям шутник положил в молоко кошачий корм вместо хлопьев. Несложно догадаться, что друзьям было совсем не смешно. Пословица «Когда я ем, я глух и нем» безнадёжно устарела, ведь сегодня еда и процесс её приготовления превратился в шоу. Часто юмористическое, и оно на пятом месте засекреченных списков. Когда вы видите эту еду, главное не подавиться от смеха. Как вам куриные крылышки в виде девичьих ножек? Или эти три девицы под окном? Рисовые человечки принимают ванну. Лицо из овощей выглядит как настоящее. А это вообще страшно есть. Будем надеяться, что блюдо хотя бы вкусное. Я сам придумал большое количество блюд. Понимаешь, начиная от волосатых сосисок, в кавычках, это сосиски пронизанные спагеттями, до мартышки. Осколки домохозяйки делают, потому что, ещё раз повторяюсь, хотят угождать кому-то, да. Ну, в большей степени это дети. А в ресторанах это тоже в большей степени специализируется именно на детское меню. И оно очень хорошо работает. А вот у этого шеф-повара еда получается исключительно вырви глаз. Этот парень решил угостить свою девушку романтическим ужином из краба. Но краб решил не сдаваться без боя. Ты что, дурак, Серёжа? И кто сказал, что лучшие повара мужчины? А это кулинарное шоу, которое превратилось в украшение огня. Ну, что у нас есть ничего? Кулинар! Быстро! Кулинарный мастер-класс от брутального фудблогера. Как приготовить бутерброд для настоящих мужчин, которые немножко не в ладах с головой. Включи телек, и там готовят все, кому не лень. И люди смотрят, и потом с ума сходят. Профессиональной этики очень мало, и поэтому все доверяют вот этим кулинарным паразитам, как я их называю, да, кулинарным блогерам и тому подобное. На этого шеф-повара и вправду можно смотреть бесконечно. Не знаем, каковы его блюда на вкус, но о процессах приготовления выглядит завораживающе. Эти парни вились в дорогой ресторан с любимым блюдом – лапшой быстрого приготовления. Но сотрудники заведения юмора не оценили и вызвали полицию. Чем-то кушаем и пойдём, да? То ли дело суровые мужики, которые общепит презирают и сами готовят себе еду. Причём, не выходя из машины. Главное, чтобы автомобиль был оборудован всем необходимым. Самые смешные машины в засекреченных списках. Когда машина – восьмое чудо света. Это восьмёрка, короче, с половиной. Восемь с половиной. Есть очень хороший знакомый, который в советское время сделал свой автомобиль сам. А кружок, ну, назывался, что-то наподобие делай сам. Что нужно говорить за праздничным столом? Ну чё, за нас. Чтоб шмотки все размера «С» как раз. Давай. И чтобы муж. Не с именем. Тарас. Наспор с полным ртом воды. Попробуйте не засмеяться. Как правильно отжигать на корпоративах. А также, когда автомобиль не роскошь, а средство от депрессии. Смех на колёсиках. На четвёртом месте засекреченных списков. Посмотрите на этот автомобиль-хотдог. Выглядит нелепо, зато внутри всё по последнему слову техники. А вот тачки на любой вкус и цвет. Вот было бы весело, если бы по городским дорогам ездили исключительно такие машины. Это и вовсе чудо света. Кто, как, а главное, зачем ухитрился его сотворить? Российский автопром. Такого ещё никто не видел. Даже я сам. Тут одна дверь. Тут две двери. Это восьмёрка. Короче, с половиной. Восемь с половиной. Есть очень хороший знакомый, который в советское время сделал свой автомобиль сам. А кружок назывался, что-то наподобие «Сделай сам». Вот он прошёл все сертификаты, поставил машину на учёт. Всё, номера, ПТС, СТС, всё есть. Это полноценный автомобиль, причём джип советского времени. Эти парни решили выжать из старенькой копейки всё, на что она способна. Кто бы мог подумать, что модная ядовито-розовая машинка принадлежит мастеру дрифта. А этот чудак попытался поехать на машине без резины. И сделал глубокомысленный вывод, к которому любой школьник придёт и без подобных экспериментов. От этих искр машина вполне могла даже загореться. Людям хочется выделиться из серой массы, из общей толпы. Они хотят сделать что-то непохожее на всех и чем-то отличаться. Люди всегда так себя ведут. Это связано не только с автомобилями, это в принципе в жизни так. Эта маленькая машинка была предназначена для садовых работ. Но кто и когда читал инструкции? А вот самые настоящие машины-трансформеры. Да, они существуют. А посмотрите на эти необычные тачки. И на то, как радуются им девушки. Очень разные. И в мех одеты, и из микрофобусов собаки делали. И реснички самые популярные на фарах автомобиля для девочек. Рожки. Ну там, да, ушки. Всяких вариантов очень много. Самые распространённые, обклеенные там фотографиями автомобиль. То есть можно заказать не просто разноцветные там какие-то вещи, а именно собрать там калаш своих фотографий там с друзьями и обклеить полностью свой автомобиль. Это самый настоящий микроавтобус. Хорошо бы в Москву доставили большую партию этих малюток. Сразу бы появился повод поздравить столицу с победой над пробками. Самые смешные поздравления на третьем месте засекреченных списков. Какой Новый год без звона бубенчиков? Группа парней решила записать поздравительный танец под эту нежную музыку. А это поздравление с новым 2018 годом от популярного актёра. Я спешу поздравить от своего овала лица вас всех с наступающим вот этим новым, не побоюсь этого слова, годом. Ну, хочется нам всем пожелать, конечно же, здоровья. Ну и, конечно же, поменьше нам всем на жизненном и творческом, и профессиональном пути поменьше оков. Потому что их становится не меньше. Барышня-блогер предлагает всем девушкам выучить её тост наизусть. Главное, его можно разделить на несколько частей и поднимать бокалы после каждой фразы. Кто бухлишка не мешает, тот печёнку обижает. Ну чё, за нас. Чтоб шмотки все размеры С как раз. Давай. И чтобы муж не с именем Тарас. Чтоб худелось и не жралось. И чтобы над губой не расслабалось. Чтоб грудь не как у спаниеля уши. И чтоб вот здесь не оставалось отпечатков туши. Я, наоборот, сам против тостов. Это все какого-то в ожидании. Обязательно кто-то тост должен сказать. Да, не надо. Слушай, бухаем так бухаем. Понимаешь? И всё. Брат, будь. 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 Понимаешь? И всё. Это надо обязательно что-то сказать. То есть статья должны все послушать и тому подобное. Достаточно, я думаю, свадьбы и поминок. А остальное можно и без этого. Вот, можно сказать, классика. Тост от горячего кавказского парня. Пару на лапам оступился. Сломался стул, упал, разбился. Шашлык на землю поводился. И полбутылки хванчкара. И три леса сказал. Ура! Всё подобрал. Ура! И был такой. Лежить под саксоулом никакой. Морал. Когда шашлык с вином послала. Всё забирай и ныкай сам в горах. И будь ты лучший, танцовщик аула. Чтобы плясать, срезай, дурак со стула. Друзья жениха решили. Стандартные поздравления в стихах – это прошлый век. Но на что намекали мужчины, когда исполняли танец в костюмах поросят? Пару на лапах. 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 А здесь приятели молодой пары, чтобы поздравить их, сняли фильм «Пародию». Эти парни решили поздравить своих коллег-женщин с 8 марта весьма оригинальным способом. Месяц мужчины тренировались как могли. И вот что из этого вышло. Девушки очень хотелось, чтобы ее поздравление на всю жизнь запомнилось подруге. Мы попросим поздравить нашу подругу Елену, самого мощного человека в мире. Здравствуйте. А вы не могли...